Здравствуйте! Вы смотрите «Диалог», о помощи, которую оказывает людям Красный Крест. Мы будем говорить сегодня. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь к нашей беседе. Субтитры создавал DimaTorzok В 2001 году возглавила Новобелецкую районную организацию Белорусского общества Красного Креста в нынешней должности с 2003 года. Работает в составе постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации Красного Креста, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Алла Викторовна. Здравствуйте, Оля. Вот и подходит к концу такой сложный, такой противоречивый год. Но в то же время он дал нам всем возможность сплотиться, стать друг к другу ближе, помочь тем, кому оказалось в это время тяжелее. Алла Викторовна, вот накануне самых волшебных зимних дней, праздников, наверняка у вас есть такая теплая, трогательная рождественская история о людской доброте и сочувствии. Ну, действительно, Ольга, год был очень сложный, сложно было работать, сложно было оказывать помощь, потому что помощь нужна была многим людям. И в Красном Кресте множество историй, которые являются добрыми, хорошими и которые можно ставить в пример другим людям, которые нуждаются в доброте, в уюте, в тепле. Вот расскажу, на ум приходит такая история. В Петриковском районе молодая девушка, инвалид первой группы, спинальница, воспитывалась своими родителями, которые не отдали ее в интернатное учреждение. Родителей не стало вдруг, и она по интернету нашла себе парня, который стал ей спутником жизни. А еще, когда живы были родители, она общалась с волонтерами Красного Креста. 14 лет к ней открывали двери волонтеры Красного Креста, дарили подарки, грели ее теплыми словами. И сейчас она так тепло отзывается о наших волонтерах, что вот прислала в наш адрес такую телеграмму с благодарностью о Петриковской районной организации, о тех волонтеров, которые стали ей друзьями. Замечательная история. Очень хочется пожелать счастья этой паре, любви, тепла, ну и продолжать общаться с волонтерами, принимать их помощь. О волонтерах мы еще поговорим. Алла Викторовна, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алла Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Это Жлобинский район, деревня Шедрен-Каверина. У меня такой вопрос. Вот у нас в Жлобине в Красном Кресте устанавливают выдачу гуманитарной помощи 20 вещей. И 25 на семью на одного человека. Кто устанавливает эти вещи, ну норму вещей? Ну я хочу вам ответить, что норму вещей устанавливает президиум Жлобинской районной организации. Более того, вещи, которые из контейнера, вы можете получать как бы с периодичностью, даже можно и каждый месяц. Это те вещи, которые принесли люди, которые, может быть, выросли дети, либо отдали, просто уже себе приобрев новые вещи. А гуманитарная помощь, конечно, которая поступает из-за границы, ее количество ограничено, и поэтому норму устанавливает президиум районной организации Красного Креста на месте. В каждой районной организации есть президиум, который решает. Ну, конечно, мы предлагали на уровне и области, это 20, 25, но не более 30 вещей. Потому что, ну понятно, что помощь из-за границы, она прекращается. И в этом году уже нам наши спонсоры, доноры, коллеги наши сказали, вот, например, Немецкий Красный Крест, что в следующем году мы уже прекращаем. Ну, во-первых, организации уже, может быть, не занимаются, либо помогают тем странам, которые больше нуждаются в этом. Поэтому, конечно, помощи для всех не хватает. Я имею в виду иностранной помощи. Но, тем не менее, помощь в контейнерах у нас есть. Люди приносят к нам хорошие, добротные, чистые вещи, и вы можете получать там. А сейчас можно или вот в связи с противовирусными мероприятиями пока это не работает? Нет, первую волну, конечно, мы, во-первых, не знали, как это заболевание продолжится, не продолжится. Какое-то время мы приостановили прием вещей. Но уже с сентября месяца контейнеры работают, и мы полагаем, что они не будут закрыты. Мы предусматриваем все меры предосторожности. Значит, наши волонтеры, наши сотрудники одевают маски, перчатки, обрабатывают эти вещи. И вещи у нас не задерживаются. То есть они приходят, и люди сразу в очереди разбирают, кто в этом нуждается. Это одежда и обувь. Там можно отнести в контейнеры. Да. Ну, обычно это еще какая-то галантерея, сумки, бывают головные уборы. Вот. Приносят в Красный Крест, и там всегда можно получить одежду и обувь. Ну, то есть вот такие вещи, которые уже не нужны, вышли из моды, но в аккуратном состоянии. В аккуратном, чистом состоянии. И они можно к нам приносить. Контейнеры расположены возле районных организаций. Если зайти на сайт Красного Креста областной организации, все наши адреса там указаны. Спасибо большое. Давайте продолжим. В этом году всем нам пришлось нелегко. У всех были свои испытания. И так хочется верить, что все уже останется позади. Следующий год будет полегче, лучше. И особенно эта вера нужна детям, потому что дети, конечно же, ждут подарков, ждут волшебства. Задача взрослых здесь – эту веру поддержать, насколько это возможно. Особенно помочь тем детям, которым не очень повезло на старте их жизни, не очень повезло с семьей, со здоровьем. И это тоже задача Красного Креста. Именно для таких ребят организовать праздник, организовать подарки. Расскажите, пожалуйста, как вы будете в этом году это делать. Я сегодня готовилась к вам прийти на передачу. И мы вспоминали с коллегами, сколько лет назад мы Красный Крест придумали «Елку желаний». Это 15 лет назад. Идея «Елки желаний» была именно у Красного Креста. Потом ее подхватили все общественные организации. Стали упор делать государственные органы власти на «Елке желаний». И мы счастливы, что эта елка приобрела такие масштабы. В этом году немножко мы по другому пути пошли. Мы эти елки разместили у нас в крупных торговых сетях, также в первичных организациях Красного Креста. А у нас 1580 первичных организаций. И те, которые крупные, которые согласились поставить наши елочки, прикрепить желания, те, конечно, у нас получились шикарные елки с прекрасными пожеланиями. А вот сейчас мы это все увидим, Алла Викторовна, потому что у нас есть сюжет на эту тему. Но сначала мы выслушаем нашу телезрительницу. У нее появился дополнительный вопрос. Здравствуйте еще раз. Мы вас слушаем. Алла Викторовна, у меня такой вопрос. А с контейнера, если вещь все брать, это тоже доходы надо? Или просто, вот я пытаюсь инвалидам третий группы, могу взять просто по удостоверению? Или надо доходы брать? Нет, совершенно... А если что с контейнера? Да. Совершенно не нужны доходы ваши. И с контейнера, пожалуйста, приходите и берите вещи. Если вы берете вещи, значит, вы в них нуждаетесь. Даже можете и инвалидное удостоверение не приносить. На наш взгляд, если человек приходит и нуждается в вещах, а не имеются в наличии, то из контейнера, пожалуйста, приходите и берите в себе вещи, которые вам нужны. Спасибо большое. Я напоминаю, 340-043 номер телефона в нашей студии. Если у вас есть вопросы, то звоните нам. Мы ненадолго прервемся, чтобы посмотреть сюжет. Давайте с нами. История так называемых ёлок-желаний Красного Креста в Гомельской области насчитывает уже около 15 лет. Идея проста. На праздничных новогодних ёлках вывешиваются открытки, на которых дети пишут, какие подарки хотят получить. В самом большом на Гомельщине торговом комплексе «Мандарин» такая акция проводится уже не первый год. И всегда находятся покупатели, готовые не только приобрести собственные покупки, но и подарить счастье детям. Уже сейчас под ёлкой лежат самолёт для Кирилла, кукла для Юли и кукольная косметика для Арины. Совместно с администрацией торгового центра «Мандарин» мы установили здесь ёлку-желаний, где любой и даже ребёнок может прийти, повесить своё желание, если он нуждается в этом подарке. И любой посетитель может это желание удовлетворить. Акционерное общество «Гомель Промстрой» тоже давний партнёр Красного Креста. Ёлка-желаний здесь находится в фойе главного офиса. При том, что акция будет проходить до 10 января, все детские желания уже исполнены. Справедливости ради нужно сказать, что слишком дорогих подарков никто не просил. Все конверты, которые были развешаны на ёлочке, были разобраны нашими работниками, и все пожелания детей, прописанных в этих конвертах, были исполнены. В фойе Гомельского обл. исполкома праздничную ёлку наряжали всегда. Однако акцию с Красным Крестом в этом году проводят впервые. Вообще в этом году в регионе открыты около ста таких ёлок, что, как уверены организаторы, позволит выполнить все детские желания. Что касается обл. исполкома, то принять участие в акции здесь могут не только работники комитета, но и все посетители. Подходят к ёлочке, берут оленёнка и читают то пожелание, то заветное желание, которое сегодня ребёнок адресует Деду Морозу, и то, что хотел бы он в этом году от него получить. Ну и вообще в области эта акция очень традиционна. Она проходит во многих райгорисполкомов, и многие участники и организаторы этих акций уже не первый год её проводят. Поэтому это такой своеобразный, очень хорошая и добрая, замечательная традиция. И приятно, что работники органов государственной власти тоже активно в ней участвуют. И ещё один адрес, где установлена ёлка желаний. Советская районная организация Красного Креста города Гомеля. Детские пожелания сюда приносят работающие в школах волонтёры. Основное внимание семьям, находящимся в социально опасном положении. Фломастеры, игрушки, краски и сладости. Дети хотят получать то, что в других семьях даже не считается новогодним подарком. Хотя сами работники Красного Креста обращают наше внимание на то, что достаточно много желаний носит совсем нематериальный характер. Они приходят к нам в организацию, присылают письма, передают там, где у нас установлены ёлки желаний. Там тоже повешены на ёлочку много желаний, где дети желают родителям здоровья. Не только просят себе подарки, что очень приятно, конечно, но и желают родителям здоровья. Просят у Деда Мороза, чтобы было всё красиво и счастливо. Вы смотрите «Диалог» член Совета Республики Национального Собрания Беларуси, председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк сегодня у нас в гостях. И мы принимаем в нашей студии прямого эфира телефон-звонок. Здравствуйте, слушаю вас. Ну, хочу сказать, смотрю вашу передачу о Красном Кресте, хочу сказать о наших девчатах с Красного Креста города Мозыря. Они проводят большую-большую работу, как по пропаганде всей работы, что делает Красный Крест. Они проводят большую волонтёрскую работу. Вот сегодня по телевизору у нас в Мозыре была передача, как ходили женщине-инвалиду, волонтёр, бригада волонтёров вместо председателя нашего Красного Креста Елены Николаевны. Они инвалиду детства отнесли одежду, отнесли постельное бельё много, отнесли продуктов питания, общаются, помогают. Лично мне очень много помогали, потому как я инвалид первой группы, прохожу лечение в реабилитационном центре в городе Гомеле. Сейчас готовлюсь на очередную химиотерапию. И по любому вопросу, к какому он не обратился, они всё ответят. Порой надо и укол сделать, они могут сделать. И я обращалась, когда пандемия первая была, у меня волонтёры работали. У меня работала волонтёр спединститута, помогала мне освоить интернет. Но по любым вопросам я обращаюсь и получаю помощь, как чисто человеческую, медицинскую. Ну и просто так интересно туда зайти, потому что эти девушки ни в чём не отказывают, рассказывают, помогают. И вот сейчас они сумели нам организовать помощь продуктовую, надо получить её как-то к празднику. И очень-очень им благодарна. Спасибо и вам, руководителям областного Красного Креста. Они часто о вас говорят, что там тоже помогают обо всём. Ну что делает Красный Крест, помогают. Высылают много различной литературы, которые можно использовать в себя, в жизни, в домашних условиях. В общем, огромное спасибо и поздравляю с Новым Годом. Пусть Новый Год будет лучше, чем вот этот наш очень такой озабоченный, очень взъерошенный, очень такой сложный год. Дай Бог, чтобы этот год, следующий год быка, был намного спокойнее, получше. И он нам помогал меньше каких-то серьёзных забот, хлопоты. В общем, всего, чтобы самого лучшего было. Спасибо большое. Мы вам желаем обязательно поправиться в следующем году, чтобы все болезни тоже для вас остались в прошлом. Спасибо за то, что вы нашли возможности, время и позвонили. Спасибо. Всегда приятно это слышать. Алла Викторовна, отметьте Мозырскую организацию. Да, там действительно девочки хорошие, медицинские сёстры. И они стараются ухаживать за такими больными. Алла Викторовна, вот мы увидели ёлки. Все ли желания исполнятся? Вы знаете, мы в этом году постарались. Наверное, вот слышав на планёрке всю страну, мы больше всех ёлок установили в Гомельской области. Их более ста. Уже собрали 575 желаний от детей. То есть это такой уникальный у нас год. Мы совсем пошли по другому пути немножко. И работаем именно конкретно на ребёнка, который пожелал. Поэтому у нас 575 желаний. Уже нам спонсоры наши, доноры наши дали практически на тысячу сладких подарков. Тысяча сладких подарков уедут в дома-интернаты для деток, в приюты. И я думаю, что на этом мы не остановимся. Это около 800 штук игр, игрушек уже собрано. То есть это большое количество деток, которым мы подарим в этом году радость. И радостно самим на душе, что эти подарки получит ребёнок, которому в какую-то минуту родители не могут купить. Либо родителей вообще нету. Либо этот ребёнок мечтал, а у родителей не хватило денег. Здесь пришёл волонтёр Красного Креста, он пожелание выразил своё. И оно у него осуществится. Ведь Новый год – это же волшебство. И каждый может стать таким волшебником для кого-то. То есть на этой ёлочке можно взять какое-то желание и его исполнить, да? Да. Если вот вы видите оленёнка, на обратной стороне можно прочитать желание и оставить это желание под ёлочкой. Придут волонтёры потом Красного Креста в торговую сеть. Эти все желания передадут тому ребёнку, кто в этом нуждался, кто писал. Но сегодня вот интересно, мне с одного из районов сказали, тоже вот один желал просто здоровья, а сегодня один мальчик пожелал. У меня всё есть. Я хочу, чтобы у моей мамы не болела спина. Вот есть такие желания, которые, собственно говоря, житейские, чтобы спина маме не болела, там папа был здоров, да? Ну это очень радостно, что ребята не материальные какие-то благи, а желают вот такие, потому что год сложный был, ковидный год. У некоторых папа, у некоторых мама, у некоторых родителей оба болели. Поэтому дети желают своим родителям ещё и здоровья. Да, и самое большое сокровище есть у их родителей. У них есть такие дети. Конечно, конечно. Алла Викторовна, давайте выслушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте, Алла Викторовна. Нелли Фёдоровна и Валерий Степанович приветствуют вас в студии. Рады очень видеть вас. Здравствуйте. Мы от всей души вспоминаем вас на протяжении очень долгих-долгих лет, когда вы начали оказывать нам весомую и существенную помощь. Благодарим вас за всё. Она для нас очень ценна. Цена тем, что в отличие от организаций, которые у нас работают в городе, общественные организации, особенно социальные службы города нашего, оказывают помощь такую, знаете, очень трудную, тяжёлую, потому что получить, например, какую-то конкретную вещь, типа, например, коляски той же, нам весьма затруднительно, поскольку муж инвалид первой группы, я инвалид второй группы, и помочь нам практически некогда. Вот, столкнувшись с этой проблемой, мы впервые встретили вот эту огромную человеческую сердечность и доброжелательность и оперативность решения этих вопросов. Нет этой бумажной волокиты у вас, понимаете? Очень ценно это. И не надо представлять столько бумаг, которые нам приходится предоставлять в службу социальной защиты нашего города. Если что-то решить, какой-то вопрос, это просто получается, знаете, вот такая бюрократическая волокита. Поэтому это очень ценно является для тех людей, которые оказались вот в одиночестве полном, как оказались мы со своим мужем. Мы от всей души, от всего сердца хотели бы, чтобы продолжали в ваших организациях Красного Креста работают такие доброжелательные, искренние, добрые и понимающие чужое горе люди. Вот, мы ощутили это не только со стороны рядовых работников, но и со стороны руководящего состава вашей организации, в том числе и вас, руководители районных организаций нашего Красного Креста. Поэтому, вы знаете, Алла Викторовна, это дорогого стоит, поскольку, столкнувшись с этим человеческим горем и человеческой бедой, люди ощущают именно конкретную помощь, именно ощутимую помощь, именно необходимую помощь, которую мы и получаем. Мы желаем вам и всем вашим сотрудникам крепкого-крепкого здоровья. Искренне хотим, чтобы все получилось у вас и все ладилось. Чтобы все трудности, которые существуют в вашей организации, вы преодолели успешно и справились с ними. И больших успехов в вашей государственной работе, которую вы осуществляете, будучи членами национального собрания. Потому что мы понимаем, что вы представляете там весьма солидную организацию нашей страны и города нашего, и области нашей. И поэтому хочется, чтобы и законодательном, и законодательном уровне решались все вопросы, которые связаны с улучшением, оказанием помощи от государства именно Красному Кресту. Всех вам благ земных, всего самого доброго и светлого в вашей жизни. И огромное вам человеческое спасибо. Спасибо огромное за звонок. Большой привет Валерию Степановичу. Да, Аннелли Федоровна, спасибо огромное. Эта пара, это такой пример любви, преданности друг к другу, такого человеческого достоинства. Валерия Степановича хорошо знают все журналисты Гомельской области. Человек действительно для нашего региона прославленный, заслуженный. Да, это пара пример для подражания. Вот, нам мы долго опекаем эту пару. Наши младшие сестры Милосердия Красного Креста ухаживают. Вот, есть некоторые проблемы сейчас в обеспечении их помощью. Но я думаю, что это в государственном социальном заказе. Тяжелые времена пройдут, мы опять, все наладится у нас, и мы опять будем их поддерживать. И дальше. Больше всего люди, которые пережили беду, какую-то тяжелую болезнь, благодарны за участие. За человеческую доброту, и все об этом говорят. Да, совершенно верно. И за искреннее участие в их жизни и внимание к их проблемам. А задача Красного Креста – это оказывать такую помощь и поддержку, невзирая ни на что. Ни на гражданство, национальность, веру. Осенью была, наверное, уникальная ситуация для нашей страны, когда сотни верующих хасидов оказались в очень неприятном положении, застряв на нейтральной полосе возле украинской границы, на несколько суток практически под открытым небом. И люди даже не ожидали, что белорусы проявят к ним такое участие, такую заботу. И эта ситуация стала известна на весь мир, показав наше гостеприимство, наше уважение к тем, кто приехал, и нашу готовность поддержать тех, кто попал в беду. Расскажите, пожалуйста. Ну, действительно, в жизни это новый вызов для организации Красного Креста. Хотя, в принципе, мы готовимся к этим мероприятиям, какие-то проигрываем жизненные ситуации, которые могут случаться. Это вот все, что у нас связано с пандемией, да, вот вы сейчас имеете в виду. Вот так получилось, что границу закрыли, да, и люди, сотни людей. Да, у нас есть какие-то и тренировочные занятия, ведь миссия Красного Креста – это облегчение человеческих страданий. И когда мне ночью позвонили с УВД Гомельского облсполкома и сказали, что прибывают хасиды на границу, а у нас есть соглашение между УВД Гомельского облсполкома, МЧС Гомельского облсполкома, и тут сказали, что Алла Викторовна, без вашего участия там не обойдется. Мы тут же выехали с отрядом быстрого реагирования на границу. Это было пол первого ночи, когда начали прибывать хасиды массово. И за ночь к утру прибыло 500 человек. Мы за полтора часа подготовили все необходимое. А это одеялы, это тормоза, горячая вода, это палатки для обогрева, чай с сахаром. То есть мы были, у нас есть запасы на такие чрезвычайные ситуации, и мы выехали в срочном порядке на границу. Прибыв туда, мы увидели, что люди действительно прибывают. Температура была, значит, такая уже не летнего. А холодно? Ночью было холодно? Холодно было, холодные ночи. И мы увидели не только взрослых людей, это были дети маленькие, это были женщины, они были не одеты, они были раздеты. Они просто сидели там и ждали, пока откроют границу украинские пограничники и пропустят их в Украину. И, естественно, нужно было оказание помощи экстренно. И мы смогли спасти, на мой взгляд, человеческие жизни, потому что в ту ночь могли бы легко замерзнуть люди. Мы раздавали одеяло, мы установили палатку. Мы доложили руководству области, утром уже я известила руководство всей области, губернатор срочно собрал штаб. И тогда включились государственные органы власти о дальнейшем пребывании. Были четко губернаторам области расставлены все приоритеты. Какая помощь необходима? Чем мы можем помочь на первых порах? Включились торговые объекты, обеспечили подвоз продуктами питания. Затем подтянулись к нам пограничники, МЧС, усиление было, усиление отряда нашего быстрого реагирования. То есть был развернут фактически лагерь. И хасиды у нас пробыли на границе с понедельника по пятницу дня. Вы понимаете, вот сколько ночей, дней пришлось нам оказывать помощь. Их все больше и больше пребывало. В конечном итоге их где-то прибыло около 1400-1500, и это где-то около 300 детей. Затем к нам подключились международные организации. МОМ, ОКБ, ООН, Фонд народонаселения. И все нам старались помочь. Наш губернатор оказывал всяческое содействие в подвозе овощей. Они были полностью с понедельника, почти как уехали, полностью водой, питьевой водой. Значит, у нас термопоты, которые грели им чай круглосуточно. Мы дежурили на границе. То есть это новый вызов, к которому подключились все, но нам удалось избежать каких-то таких и конфликтных ситуаций. И самое главное, сохранить человеческие жизни. И здоровье. И здоровье. Потому что, конечно, да. Хасиды были очень благодарны. Эти ночевки могли закончиться очень плачевно. Посол Израиля неоднократно приезжал к нам на границу. Позже он благодарил нас. В центре Иерусалима был вывешен хасидами белорусский флаг. Это тоже говорит о том, что наша страна готова даже на такие вызовы, серьезные вызовы. И что мы вместе, сплотившись все, сумели, собственно говоря, оказать такую нами помощь и очень серьезную гуманитарную помощь. Такой неожиданный совершенно экзамен и пройденный великолепно. Да, ну отлично. Алла Викторовна, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алла Викторовна. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я по такому вопросу, вот лекарства, метеоприль и ларкамен, вот такая же партия, в месяц я купил такая, а потом уже на 2 рубля где-то дороже. Ну немножко, наверное, не по адресу. Значит, лекарства отслеживает наша фармация. Повышение цен. Очевидно, вы, может быть, не в государственной аптеке купили, а в коммерческой. Поинтересуйтесь, пожалуйста, сейчас я знаю, что в стране создан фармаконтроль, который отслеживает качество и ценообразование лекарственных средств. Я полагаю, что вам нужно обратиться, значит, в фармацию, и вам дадут объяснение удорожания либо уменьшения лекарственных средств. Продолжаем нашу беседу. Я думаю, что в этом году бесспорно испытанием для всего человечества стала пандемия COVID-19, и наша страна с этим испытанием справляется достойно, поддерживая друг друга, благодаря медиков, которым, конечно, тяжелее всего пришлось в этом году работать. Скажите, пожалуйста, как пришлось перенастроить работу Красному Кресту, потому что и средства, и основные силы нужно было бросить именно вот на это направление. Да, действительно, COVID-19 многих застал врасплох. Многие не знали, как себя вести, что делать. Конечно, отсутствие какой-то информации ведет к хаосу. И мы посчитали своим долгом изготовить огромное количество листовок, значит, по профилактике COVID-19. У нас 90, только вдумайтесь, 2000 листовок по профилактике COVID было роздано людям. 92 тысячи. То есть это и в сельской местности, в районных центрах, в городе Гомеле. Мы работали с разъяснениями. Это было начало. Затем мы должны были обязаны обезопасить свою службу сестер Милосердия Красного Креста и наших подопечных. Это, конечно же, СИЗы. Научить их, как пользоваться, в каких местах одевать маску, не одевать маску, какую маску. Значит, мы работали совместно с Комитетом по труду, значит, с Центрами соцобслуживания. Совместно организовывали рейды, оказывали помощь пожилым людям и оказываем, продолжаем оказывать. Это и доставка рецептов, доставка еды. Сегодня, вот, например, за прошлую неделю у нас работало 137 волонтеров по области, которые доставляют еду пожилым гражданам, которые утратили там свое самообслуживание, не могут выходить из дому. Это и они разносят также и рецепты. Это именно наши волонтеры Красного Креста, которые застрахованы от COVID-19, которые занимаются доставкой. Это уникальные ребята, потому что они ведь это делают, просто исходя из собственной потребности. Это все делается бесплатно. Помогать, заботиться без какого-то вознаграждения за это. Вы понимаете, принадлежность организации такой, на мой взгляд, самой гуманной, самой милосердной, это уже та плата, которую ждет волонтер. Понимаете, они с честью и достоинством говорят, что мы работаем в Красном Кресте именно на работу. Они не отказываются называть ее работой, потому что это трудная работа прийти не просто отсидеться дома, а отдать свои несколько часов на благо той деятельности, которую они осуществляют. Мы очень благодарны волонтерам Красного Креста, которые именно работают у нас по профилактике, именно непосредственно по хорошим делам по COVID-19. Это великолепные люди, благородные, и действительно всегда чувствуешь гордость, что вот у нас такая молодежь, такие ребята, которые могли бы свободное время проводить, ну, как-то для себя, с интересом. А люди стремятся помочь другим, тем, кому действительно нельзя в это время выходить из дома, ну, или очень тяжело это делать. Алла Викторовна, а кто помогал с приобретением СИЗов, медоборудования, вот всего, что потом вы доставляли в медучреждения? Ну, вы знаете, помогали, конечно, спонсоры-доноры и в Гомельской области, но хотелось бы сказать, что 197 стран объединяет общество Красного Креста, Красного Кристалла, Полумесяца, и у нас есть много национальных обществ, которые тоже нам оказывали содействие, Датский Красный Крест, Немецкий Красный Крест, Итальянский, Швейцарский Красный Крест. Очень много богатых компаний, которые не только в Гомельской области, но и в городе Минске, международные организации также оказывали нам всяческую помощь. Потом площадки различные по сбору, крауфандинговые площадки тоже нам помогали, фонд народонаселения. Таким образом, мы в Гомельскую область вот в этот год где-то привлекли порядка 400 тысяч белорусских рублей для закупки СИЗов, вот в том числе для лечебных учреждений. Не только на нашу службу, на наших волонтеров, соцработников, но и для лечебных учреждений. Бывали такие моменты, что не успевали там тендер провести, да, мы туда перчатки помогали, не успевали где-то маски вовремя доставить, ведь были перебои. Сейчас мы их не ощущаем, потому что маски есть везде. А в первую волну действительно были перебои. Ну и мы благодарны, вот Великий Камень, например, Китайский Красный Крест нам прислал борт с масками. Сейчас Международная Федерация Красного Креста и Полумесяца тоже прилетел борт из Швейцарии, где тоже мы ждем, вот-вот растаможим маски, респираторы для службы сестер милосердия, а также для лечебных учреждений. Вот что объединяет. Идею гуманизма действительно объединяют страны. Ни на какие границы и разницу, невзирая. Глава Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко отметила, что она гордится своими гумерскими коллегами. И именно наша областная организация – это пример для подражания. Это одна из лучших в стране. Алла Викторовна, ну наверняка вы знаете, в чем гумерская областная организация. Вот помимо такого оперативного и достойного ответа на все вызовы этого года, в чем еще наша областная организация уникальна, и в чем ее опыт может быть полезен и для других. Ну, во-первых, спасибо Ольге Викторовне за такую высокую оценку. В этом году мы подвели итоги пятилетней нашей деятельности. Ведь действительно за пять лет мы приумножили наши центры сервисные. Мы благодаря нашему мэру, нашим депутатам передали нам дом, где сейчас размещен кризисный центр Красного Креста. Мы, 10 человек, одномоментно могут там жить. Это люди без определенного места жительства. Это люди из мест лишения свободы. Это люди, какие попали в трудную жизненную ситуацию. И вы знаете, он успешный, этот кризисный центр, он единственный, уникальный в своем роде. И у нас, можно тоже гордиться, швейная мастерская открылась на базе железнодорожного районной организации. Затем у нас есть маленький, но мы называем цех мыловарение, где волонтеры варят мыло, и потом мы просто дарим пожилым людям подарки. Ну и множество других. Также вот недавно открылся у нас центр, который осуществляет выдачу каких-то средств реабилитации. У нас тоже обращаются туда люди. То есть все хорошие моменты, которые можно перенять у других национальных обществ, либо подсмотреть их где-то в интернете, почитать, мы стараемся их применить все на себе. Потому что помощи мало не бывает. И маленькой помощи не бывает. И если есть силы, есть желание, можно к вам присоединяться. Оставьте, пожалуйста, координаты для тех, кому нужна помощь, или для тех, кто хотел бы ее оказывать другим. Ну, во-первых, телефон 56 85 71. Находимся мы на Пролетарской, 9. А также вы можете посмотреть на сайте Гомельской областной организации, Белорусское общество Красного Креста. Все районные организации нашего города и области. И там посмотреть реквизиты. Алла Викторовна, вы еще и сенатор. Буквально вот несколько минут этой сферы деятельности. Как сложился год? С чем к вам приходили люди? Удалось ли кому-то помочь, кого-то поддержать? Решить какой-то вопрос? Или, может быть, просто взять на заметку, чтобы потом его донести? Ну, за год у меня было около 20 обращений. За год нам удалось решить все вопросы, с которыми обращались ко мне люди. Есть моменты, когда просто стали они помощниками. Даже те люди, которые ко мне приходили с пожеланиями, с просьбами, они стали мне помощниками. Какой-то там, значит, вот был мониторинг цен. Они мне подсказывали, где повышаются цены. Либо вот один мужчина пришел и говорит, надо узаконить маски в городе Гомеле и в области, чтобы это было решение область полкома, горы с полкома. Чтобы не рекомендации, а обязательно. Не рекомендации, а обязательно. Он очень переживает, что общественность очень сильно болеет. Вот с таким вопросом это вот недавно приходил. Вы знаете, на этом поприще очень интересно работать, потому что работа с людьми, она всегда очень интересная. И самое главное, выслушать человека. И ведь многое в наших силах, многое мы можем сделать и помочь. Если не могу сама, то я, конечно, обращаюсь к коллегам из государственных органов власти. В основном обращаюсь. Мне еще никто никогда не отказывал. И мы решаем сообща насущные наши всяческие проблемы. Спасибо за вашу работу. Я хочу пожелать силы, здоровья и сотрудникам Красного Креста, и замечательным нашим волонтерам в Новом году. Дай Бог, чтобы он оказался легче. Алла Викторовна, одно из самых первых поздравлений в нашем эфире от вас. Пожалуйста. Спасибо, Ольга. Уважаемые наши телезрители, я искренне от всей души вам желаю наступающего Нового года. Пускай старый Новый год никогда не вернутся с него проблемы, которые у нас возникли в этом году. Мы перенесем все самое доброе, все хорошее только в 2021 год. Пускай у вас будут на лице улыбки, вы перестанете болеть, у всех будет работа, семья. И я вам желаю каждого семейного благополучия, каждому, в каждую семью, детского смеха. Ну и, конечно, пушистого снега и того волшебства, которое случается в новогоднюю ночь. Спасибо огромное за такое позитивное завершение программы. Спасибо. Член Совета Республики Национального Собрания Беларуси, председатель Гомельской областной организации и Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова